здравствуйте дорогие друзья тема нашего урока второй песах песахшени праздник песаха и если его сказать одной фразой то на фразой мы скажем так никогда не поздно и так что произошло в те далекие времена всевышний заповедовать нам принести пасхальную жертву все знают что праздник песах также нужно было принести пасхальную жертву это был пасхальный огненок которого нужно было помазать косяки дверей и каждый раз всевышний заповедует каждый год в это время приносить пасхальную жертвоприношение и вот это пасхальное жертвоприношение может приносить только те люди которые ритуально чисты то есть они не соприкасались с нечистотой смерти там и были еще кое-какие условия но мы коснемся этому условию и вот рассказывается второе что случилось такой интересный момент евреи подошли ко всего к маше и сказали маше мы тоже хотим мы тоже хотим принести пасхальный жертву и они пришли с требованием они сказали желаем но мы лишены почему мы должны быть лишены вообще рассказывает комментарии мидраш наш мудрец и говорят что это были те люди которые несли саркофаг юсефа то есть они выполняли очень правильную вещь они не специально были не чистой нечистотой смерти они несли юсефа кости юсефа и тем самым как бы на них распространилась нечистота смерти и вот они пришли с вопросом к маше и говорит почему мы должны быть лишены мы желаю но лишён как так получается почему я то есть как бы эти люди они были довольно праведны если они несли они выполняли большую заповедь как мы учили в предыдущем глава как мэтт митсва то есть заповедь похорона человека а тем более не нести кости праведника и это большая заслуга эти кости они донесли унесли и почему они теперь должны быть решены пасхальный жертвы предложения при ношении и тут я хотел отметить сразу одну важную деталь как был их не подход обычно когда человек чего-то решен а кто-то другой получает он говорит почему он да а я нет да то есть как бы почему а за что он заслужил а я не заслужил или бывает говорит и яшна много праведней я должен был заслужить я тоже должен был принести пасхальную жертву но эти евреи подошли грамотно скажем кошерно по-еврейски не подошли ко всему как машин и сказали машин мы чем виноваты чем мы виноваты мы тоже хотим они не сказали что другие евреи меньше заслужили чем они они сказали мы тоже хотим почему вы решены в чем наша проблема что мы речь и лишены такой возможности как весь еврейский народ принести пасхальное жертвоприношение и тут происходит беспрецедентный инцидент который был только два раза в истории дарования туры как таковой в эстонии в истории записания туры известно что все законы туры мы получали на горе синай от машин машин поднимался на гору сина и спускал нам законы это все шло от всевышнего непосредственно и ни один закон не обсуждался всевышний говорил так и мы обязаны были выполнять так это не обсуждаемые законы все всего законы всевышнего они не обсуждаем и все вышли их дал и они не обсуждаем и здесь происходит впервые потом будет еще один такой момент это с дочерями царя Фахада, но пока происходит такой момент впервые, когда еврейский народ говорит Всевышнему, почему эта заповедь, то есть он идет с претензией, не может распространяться так же на нас. Мы тоже хотим, чтобы на нас это распространилось. И тут Всевышний, тут Машея обращается ко Всевышнему, и Всевышний говорит, делает исключение, он меняет свою волю, свой закон и говорит, как бы меняет волю, свой закон, это отдельная тема, не столько он меняет свою волю, свой закон, сколько у него пробуждается такое желание, он говорит, тот, кто действительно был отдален, не мог, то есть он находился в дальней дороге, по субъективным причинам, по объективным причинам, он не смог принести паскальную жертву, ему разрешается принести паскальную жертву через месяц, и эта паскальная жертва отличается от той паскальной жертвы, немножко, которую приносили именно в сам паск, и мы скажем, чем, но это немножко попозже. А теперь мы подошли к самому важному вопросу, евреи поговорили с Маше, Маше поговорил со Всевышним, предъявил претензию евреев как к Всевышнему, как бы претензию, это не претензия, а как бы просьбу, и Всевышний рассмотрел просьбу евреев, принимает дополнение к еврейскому закону, он вносит еще одну закон. Закон о втором Песоке. И это очень интересная история. И эта история нам говорит о очень глубокой вещи. В глубокой вещи, когда мы своим рвением в состоянии изменить то, что не дано было. Как бы в Торе изначально как бы об этом ничего не говорилось. И как люди, которые шли, у них скорее всего бы не было бы никакого шанса на первый взгляд. Но они не хотели быть оторваны этой заповеди и пришли к Маше с просьбой об этой заповеди. Ихняя просьба была услышана. Настолько услышана, что не только они удостоились принести пасхальную жертву, а во всех поколениях, все евреи удостоились принести пасхальную жертву. И это и есть девиз, что никогда не поздно. Если человек оказался даже на самом глубине, на самой низине какой-то вещи, то он может это принести. Потому что именно что касается нечистоты смерти, пишется, что это очень страшная нечистота. И в духовном плане даже человек, который так опустился и прикоснулся к мертвому, он в состоянии будет подняться на высокую ступень и принести пасхальную жертву. Говорит Любавический Рэбе и говорится в других местах, это праздник наш с вами. Праздник Баалей Чивот. Праздник людей, которые были оторваны от Тории заповеди, которые родились не в Тории заповеди, как я, как многие из вас, наверное, которые сидят здесь. Те люди, которые не виноваты в том, что они оказались в этом положении. Мы сейчас очень схожи с теми людьми, которые пришли ко Всевышнему, пришли к Маше и сказали, почему мы должны быть решены? Разве мы виноваты, что мы родились в советское время? Разве мы виноваты, что мы попали в такое положение, как сейчас? Разве мы виноваты, что мы не знали, многие из нас, что такое синагога? Что такое кашрут? Что такое маца? Что такое обрезание? Разве мы виноваты, что мы делали обрезание, я, например, в 13 лет, кто-то делал обрезание в 58, кто-то в 38. Разве мы виноваты в том, что наши родители нам не передали эти традиции? Разве наши родители виноваты были в том, что советская власть столько времени пыталась стереть память о религии, и у нас возник тот же вопрос. Почему мы решены того, что мы тоже хотим? Мы тоже хотим быть на этой ступени. И если бы мы сказали, ну что с нас взять? Мы такие вот, мы такие, мы родились так, у нас такое положение. Но мы с вами понимаем, что для Всевышнего нет невозможности. И то положение, в котором мы оказались, не есть наша вина, не специально мы родились в семьях, которые не соблюдали. Не специально у нас были оторваны от Торы и заповеди. Это все так получилось. И поэтому мы сейчас на положении тех же евреев, которые были тогда, которые пришли и сказали, почему я решен, я хочу тоже, в чем я виноват. Они не сказали даже так, в чем я виноват. Почему я должен не получить то, что получают все. Я тоже хочу, я тоже еврей, это тоже мое. И так как они пришли Всевышнему с этим требованием, Всевышний услышал их молитву, и перевернул для них даже то, что не должно было, по сути, вещей переворачиваться. И в этом мы учим большой урок, дорогие евреи. Никогда не поздно. Всегда у нас есть шанс. Если есть вещь, которую ты, не дай бог, сделал, то все равно это можно исправить. И очень интересный момент, который объясняет Ребе, аутор Ребе в книге Тания, что объясняется в других книгах, что ступень, на которой стоит баль шува, то есть человек, который сделал раскаяние. Слово раскаяние не соответствует тому переводу, который есть в иврите, слово шува. Шува это не совсем раскаяние, это часть также раскаяния, это только часть шувы, что он возвращается ко Всевышнему, что он хочет быть близок с ним, как на той же ступени, на которой находится его душа. Когда он тянется к этому и идет к этому, тогда получается, что Всевышний дает ему такую возможность. И мы говорим, что в книге Тания пишется, что та ступень, в которой стоят баль шува, люди, которые сделали, совершили раскаяние, на ней праведники не могут стоять. И мы спрашиваем на этот вопрос, что значит праведники не могут находиться на той ступени, в которой мы с вами. Сравнили нас с праведником, кто мы такие, кто праведники такие. Понятно, что праведник это человек святейший, святейший во всех пониманиях, не то, что мы объясняли в предыдущих лекциях. Праведник это праведник, а мы это мы. То есть помните, я всегда вспоминаю фразу Равина Ишайя Гиссера в Одессе, когда он говорил такую шутку, он говорил, кто здесь не ел свинину, не пробовал, пусть кинет меня камень. Все знают, как на Украине любят вот эту вещь, которую мы даже не любим называть именем. Кто здесь не ел свинину, пусть кинет меня камень. Я всегда шучу сейчас, хорошо, что там не было горского еврея, потому что камень мог полететь. Но он знал, с кем он имеет дело. И кто не пробовал свинину, пусть кинет меня камень. То есть что здесь происходит, что мы действительно, кто мы такие? У нас все лицо замазано грязью, как мы говорим. И тут мы говорим, что на этой ступени, которой мы сейчас стоим, после того, что мы делали те немыслимые грехи, которые праведник вообще никогда не делает, мы стоим на ступени больше, чем эти праведники. В чем больше? И нужно разобраться, что это две ступени. Праведники это одна ступень, мы это вторая ступень. И что важнее, и что выше, это очень интересная ступень. Тора нам заповедует не соприкасаться с запрещенными вещами, потому что мы не можем поднять их святости. И поэтому праведник изначально не соприкасается с запрещенными вещами. Он не ест свинину, потому что свинина и другие запрещенные виды пищи, они состоят из трех нечистых оболочек. И эти три нечистые оболочки невозможно поднять святость. И именно поэтому он эту еду не кушает. Он с ней не соприкасается. Праведник изначально не соприкасается ни с чем, ни с какой запрещенной вещью. Потому что эта запрещенная вещь для него чужда. Он ее не видит, он ее не дрогает, он с ней не взаимодействует, потому что ее невозможно поднять святость. Но если случайно человек или кто-то, который согрешил и съел эту свинину, и она превратилась в три нечистые оболочки, и говорит Таня, что у него есть всегда шанс вернуться, если он делает настоящую чуву, настоящее раскаяние, то он в состоянии поднять вот ту свинину в святость, что в принципе нереально в обычной жизни. В обычной жизни еврейской это нереально, свинина остается свинина. И когда запрещенные виды пищи, они остаются запрещенными виды пищи, их невозможно поднять святость. Почему их невозможно поднять святость? Да потому что они изначально из трех нечистых оболочек. Но настоящая чува, мы об этом поговорим отдельно, что настоящая чува, это не то, что мы представляем чува, когда мы принимаем на себя твердое решение, что мы никогда больше не будем это делать. Раз. Когда нам больно от того, что мы это делали, потому что мы понимаем, что весь наш образ жизни был неправильный, мы хотим его изменить. Как те евреи, которые пришли к Маше и говорят, мы тоже хотим. Когда мы захотим оказаться на том уровне, и когда по-настоящему у нас воззапит желание вернуться ко Всевышнему, то, что мы ели не кошерное, то, что мы делали не кошерное, мы автоматически поднимаем святость. То, что в принципе не должно подниматься в святость. Которое не может подняться в святость. Оно, да, поднимается святость путем работы большего, путем нашей с вами работы. Те люди, которые ошиблись, те люди, которые споткнулись, те люди, которые были рождены в другой атмосфере, те люди, которые случайно попали в эту атмосферу, это для нас была возможность поднять эту вещь в святость. И подъем происходит не так, как у праведника. У праведника идет постепенный подъем. У любого человека, который родился в правильном атмосфере, в правильном обществе, как мы говорим, когда его с детства воспитывали кошерно, правильно, он изначально идет по ступени, и он не поднимается, он не видел того, что видели наши глаза, он не слышал того, что слышали наши уши, и он идет четко по направленной цели и дороге. Мы же, которые упали и споткнулись, мы взаимодействовали со всем тем миром, которому еврею взаимодействовать нельзя. И если мы отказываемся от этого мира, отказываемся от этой нечистоты, то эту всю нечистоту мы поднимаем на самый большой уровень святости, на который праведник не может поднять. Понятно, что работа праведника это тоже большая работа, и она стоит гораздо выше в этом отношении, но в этом отношении праведники нам завидуют, что они не могут сделать эту работу, потому что изначально, из-за того, что они праведники, они не могут сталкиваться с грехом как таковым вообще. И тут мы приходим к еще одной очень важной идее, и очень важному пониманию, к которому мы должны обратить наше внимание. Есть известная вещь, что человек, который попадает в определенную ситуацию, только он может понять, насколько эта ситуация плоха. И когда он попробовал все удовольствия этого материального мира, не дай бог, то есть он понимает, что есть совсем другое удовольствие. И от того, на какой, не дай бог, большой ступенью он находится, на низкой ступени он находится, это чувство о его низости, о его мерзости позволит ему принять такое желание вырваться с этой грязи, что это желание может перевернуть весь мир. Очень интересно, это как, знаете, как разрядить ситуацию, это как в анекдоте, да, если вам на ногу упал кирпич, и вы не знаете русского языка, вам практически нечего сказать. Да, то есть, если вы никогда не пробовали ни кошерное, если вы никогда не падали, то вы не знаете, что такое упасть. То есть, вы никогда не ощущали той низости, которую ощущает человек, который чувствует свое паскудство, извините за выражение, свою низость, да, и это ощущение низости, если он нормальный человек, он не хочет там быть, у него есть божественная душа, который содрогается того, что он находится, того, что он кушает, не дай бог, не кошерные вещи, она дрожит и содрогается и хочет оттуда вырваться с этого своего положения, в которое она попала. И поэтому эта душа делает все возможное, чтобы вырваться, и у человека начинается угнетение от своего положения, в который он попал. И тогда у него начинается настоящее чувство и вопрос, зачем я живу, где я нахожусь, зачем я сюда попал, что я здесь делаю, почему я так низко упал, я не с этого теста. И это чувство позволяет ему сделать рывок, скачнуть так, что не может скачнуть ничто. Если праведники идут постепенно, то он прорывается наверх. Мы зачастую видели люди, которые начинают соблюдать, они готовы соблюдать все до маленьких мелочей, потому что они боятся, они хотят оторваться от того негатива, в котором они находились. И когда человек видит глубину падения, это составляет его из-за того, что из этой глубины, когда он ощущает то, насколько он глубоко упал, заставляет его делать хорошие вещи. Мы зачастую видели в разных фильмах и даже в разных жизнях, романах или в исторических романах, когда страшные люди напоследок делали что-то хорошее. Почему делали напоследок что-то хорошее? Они даже могли умереть, чтобы сделать что-то хорошее. Они говорили, всю жизнь я провел как последний сволочь, я хочу хотя бы что-то сделать хорошее в этом мире, потому что моя жизнь мне противна. И вот это ощущение противности своей жизни именно позволяет сделать рывок, который позволяет нам подняться на очень высокую ступень. Но самое важное, как объясняет книга Тания, чтобы мы понимали, что иногда человек, который начинает грешить и который спускается, идет по наклонной, ему кажется, кто я такой, я уже так упал, я выше не поднимусь. У него есть пример сегодня второго Песоха, что даже когда ты нечист, нечистотой смерти, ты можешь подняться. Есть сейчас тысячи примеров людей, которые поднялись, стали большими раввинами, серьезными людьми, и они поднялись на очень высокую ступень, несмотря на то, что они именно то положение, в котором они находились, то положение нечистоты, в котором они находились, создало у них дискомфорт настолько, что они захотели вырваться. Их не тянет к этому, потому что они там уже были, они знают, насколько это мерзко в духовном плане. Да, это пролщает твое тело, но это мерзко, ты уже насладился этим, ты уже знаешь, что это такое. Тебе противно сам себя. Я помню, как говорится в других книгах, и также говорил Равенгисер, он говорил хорошую фразу, мне очень это нравится, он говорил, я может быть не сделаю с вас кошерных евреев, но инвалидов я с вас точно сделаю. Мы спрашивали, почему он говорит, потому что вы никогда уже не сможете по-настоящему получать удовольствие от этого мира материального. Каждый раз, когда, не дай бог, вы будете делать грех, вы будете понимать, насколько это противно Богу, и это будет омерзительно в ваших глазах, и вы сами будете омерзительным себе. И вот это чувство омерзительности, наверняка, это я уже добавляю, как бы не только от себя, но это уже я дальше, как говорится, это чувство омерзительности, да, оно позволит вам выскочить наверх. Это чувство омерзительности нужно, потому что, если у тебя нет этого чувства, значит, тебе все хорошо, тебе все устраивает, ты не чувствуешь, что ты находишься в нечистоте. Кстати, сказал Любовичский Рэбе, что проблема нашего поколения, что мы находимся в темноте, не чувствуем, что мы находимся в темноте. Нету даже ощущения, что мы находимся в темноте. Когда есть ощущение, что мы находимся в темноте, то хочется включить свет. Но если у нас нет ощущения, нам светло кажется, хотя это темнота. Да, как в том анекдоте, помните, про Рабиновича, когда встречается Рабинович с Хаймовичем, и Рабинович спрашивает, Хаймович спрашивает Рабинович, как дела? Он говорит, ой, говно. Он говорит, все такое-такое, все, извини за выражение, все дрэк, да, скажем так. Он говорит, жизнь дрэк, работа дрэк, везде дрэк, все дрэк. Через год они встречаются вновь. И он спрашивает, ну сейчас что-то изменилось. Помнишь, я тебе говорил, что все это говно? Так то было повидло. А сейчас таки да. Вот. И когда мы говорим о таком чувстве, которое пробуждается у евреев, и пробуждается это, надо понять одну вещь. Таня говорит, и не только Таня, а Ливайческий Рэба много говорит. Нельзя грешить, мы это знаем. И специально тот, кто грешит, пишется, у него как бы делает это специально, говорит, я потом сделаю шиву. Есть очень большая опасность, что он не сможет сделать шиву, это очень опасно. Вот. Но если человек попал, и он сделал грех, и его злое начало, его животная душа, его тело победило его, он должен подумать, все это к добру. Почему к добру? Значит, Всевышний хотел поместить меня в такое положение, чтобы я поднялся из него и поднял все, с чем я, не дай Бог, соприкоснулся. Нельзя, то есть это правило важное, нельзя грешить. Но если, не дай Бог, мы показались и уже совершили какой-то нехороший поступок, грех, то это для того, чтобы мы поднялись с этого момента, вышли с этого и перепрыгнули это, и вот этот грех был стимулом нам для того, чтобы подняться на более высокую ступень. Потому что после падения человек поднимается на более высокую ступень, и он уже никогда не оступится там, где он оступился. Есть очень интересный пример, в книге Тании пишется, что мы, как веревка, пишется Яков Хевеля на холосах. Яков, веревка у моего удовольствия. Пишется, что наша связь со Всевышним это как веревка. И в тот момент веревка состоит из маленьких ниточек. Чем больше ниточек, тем крепче веревка. И когда мы нарушаем какой-то заповедь, мы как бы перерезаем эту ниточку. И если мы будем нарушать очень много заповедей, то мы перережем очень много ниточек, и в результате веревка может порваться. И когда человек делает шву, он завязывает узелок. Так есть очень интересная вещь. Там, где завязался узелок, как правило, больше не порвется. Почему? Потому что это самое прочное место. Там, где человек один раз оступился и знает, что это оступился, и литгабер, то есть он поднялся над собой и перешагнул тот момент, в котором он оступился, он становится на более высокую ступень, он перепрыгивает, и он тогда никогда уже в этом месте не споткнется. Там, где человек знает, что там яма, но не споткнется. Помните, это как бы у Хазанова, когда он рассказывал о перегонках, там была очень интересная миниатюра. Там две машины едет, один Запорожец, другой БМВ, или Мерседес, там поменяли у Запорожеца двигатель, и он там обгоняет, обгоняет, по советской дороге идет, и вдруг там большая лужа, Запорожец притормаживает, вот, и он говорит, почему он притормаживает, он говорит, я-то знаю, что там яма под лужей, а он-то этого не знает, и там, конечно, что он падает в эту яму, и весь головой там такая большая яма, что весь Мерседес разваливается, и все. О, он-то знает, что там яма, мы-то уже там были, мы знаем, что там яма, мы Итгебродзе, и для этого для нас мы еще аккуратнее будем в этом месте, мы знаем, что это слабое место, которое мы перешагнули, оно станет действительно сильное, и от этого будет страшное сотрясание. Интересный пример, который надо, хотел рассказать, это пример, который рассказывается в Талмуде, это был Элазар бен Дурай, он сделал очень много грехов, и когда он был у блудницы, эта блудница ему сказала, я слышала, что сказали, что Элазар бен Дурай никогда не сможет сделать чулу, никогда не сможет раскаяться, и когда он это услышал, что он упал на такую низкую ступень, он настолько проникся горем, он сел, положил руки на колени, и долго-долго голову на колени, долго-долго плакал, 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 пока не умер, и душа не испарилась у него, и он сделал чулу. И сказал Рабь Иуда Анасии, что есть люди, которые всю жизнь трудятся, чтобы удостоиться чего-то большого, а есть люди, которые за одну минуту раскаяния удостаиваются будущего мира. И это та работа, для которой иногда мы, к сожалению, оказываемся в такой низости. И именно сейчас, когда у нас есть эпидемия, и когда мы сидим на карантине, мы можем понять, насколько у нас есть желание выйти из этого карантина. Скажите честно, если раньше кто-нибудь ценил простую прогулку по улице, в парке, прогулку с детьми, рыбалку, движение, то есть мы это считали, как обычная данность, вещь, к которой мы привыкли. Но когда у нас это отняли, когда мы оказались в том месте, где мы всего лишь месяц, или даже два, мы это не ощутили, тогда мы приходим к фразе «Я люблю тебя, жизнь». Помните какую-то песню «Я люблю тебя, жизнь». Почему? Потому что он действительно понимает и начинает ценить то, что действительно является ценностями. И когда мы оторваны, когда мы падаем, и когда мы увлекаемся неправильными ценностями, то мы по-настоящему ценим настоящие ценности, потому что их нам по-настоящему не хватает. И именно поэтому мы начинаем ценить эти ценности. Именно поэтому мы начинаем углубляться в эти ценности. И еще важную тоже вещь, которую я хотел рассказать, рассказывается, и тоже была интересная история, что с одним человеком, которым тоже случилось то, что он вышел голос вверху и сказал, что он никогда не вернется. И был человек, который совершил очень много грехов, и до этого он был очень большим праведным человеком. И так получилось, что он упал, и он ездил и шел со своим учеником, несмотря на это, у него был ученик, который очень любил его. И они шли, и они вышли за пределы там шабата, и он ему сказал, ты должен вернуться, потому что тебе дальше идти нельзя. Он ехал на коне. Он говорит, ну и ты вернись. Но он имел в виду, не вернись тоже. Ты вернись туда, куда пришел. Он сказал, нет. Вышел голос вверху и сказал, все вернутся, кроме Равахер. Кроме Ахер. И он сказал, у меня нет уже шанса, поэтому я не вернусь. И объясняют любопедческие рэбби, что голос этот вышел не для того, чтобы сказать, что у него нет шанса, а для того, чтобы фразой сказать, что у него нет шанса, чтобы он понял, на какой низкой ступени он находится, чтобы это возымело реакцию. Да, то есть, но он это не осознал. И в тайне описывается, что это очень важно, что мы должны понять. Наша яйцерара, наше злое начало так работает над нами. Она пытается нас чем-то соблазнить. После того, как она нас соблазняет, и мы падаем на низкую ступень, и мы говорим, о, надо пойти в синагогу. Она говорит, кто теперь ты такой, что ты ходишь в синагогу? Зачем? Ты, ты, это ты, это ты ходишь в синагогу, ты, который обманываешь, ты, который воруешь, ты ходишь в синагогу? Ты посмотри на себя, скажи себе правду в глаза. И тогда говорит Таня, объясняет, что это уже, это надо остановить и сказать так. Если я оказался в такой ситуации, значит понятно, что Всевышний знал, что я в ней окажусь. Это тоже очень важный аспект. Меня один раз человек спросил, он говорит, где же свобода выбора, если как бы наши грехи, как бы мы попали, сделали грехи, и Всевышний знал. Есть известная вещь у Рамбама, он пишет так, как, если другой человек знает то, что ты выберешь, не меняет свободы выбора, так и того, что Всевышний знает то, что ты выберешь, тоже не меняет свобода выбора. Всевышний прекрасно знает, что мы выберем, и в результате этого он строит это дальше. Он знал, что мы выберем это, и в результате он попадает, мы попадаем в такое положение, из которого мы будем большим вариантом выйти. Я помню, когда я приехал в Одессу, да, я шел, решил сходить, то есть после того, как я уже уехал, уже был здесь, я решил пройти по тому маршруту, который я каждый день ходил в школу. Зачем? Я хотел понять, что Всевышний хотел от меня, что он поместил меня в то положение, в том городе, в том месте, и я каждый день на протяжении 10 лет ходил по одному и тому же маршруту. Это значит, это было не случайно. И если я ходил, и все значит, было не случайно, значит, я должен пройти еще раз, может быть, ради этой задумки, это было все нужно было, чтобы я родился в нерелигиозной семье, чтобы я попал в это, и чтобы я прославил имя Всевышнего именно так, и помог еще кому-то подняться, может, для этого это все было сделано. И также мы должны задавать ситуацию, мы не должны плакать о прошедшем. Как пишется в Талмуде, не плачет о молоке, которое разлилось. Если ситуация случилась, надо думать, как ее исправить, идти вперед. И это дает нам урок 2 Песоха. Нужно просить у Всевышнего и требовать, и требовать, потому что мы хотим, и это требование может перевернуть мир. И мы также хотим, чтобы наконец-то пришел наш праведный Машех. Это тоже надо требовать у Всевышнего. И даже если на первый взгляд нам кажется, что еще не настало какое-то время или еще что-то не так, поверьте мне, Всевышний нас ждет, и Всевышний ждет нашу молитву, и нет ничего стоящего выше молитвы. И поэтому я думаю, что нам нужно продолжить, и очень известная вещь, о которой мы говорим, рабоделы 10 мифцаим особых. Есть, о каждом мифцаме надо говорить. И мы скажем о том, что кошерная пища, мы уже говорили, что очень важно есть кошерную пищу, потому что кошерная пища влияет благотворно на душу. И когда человек падает и начинает есть некошерную пищу, эта некошерная пища тянет его ко дну. И настоящая тшуга может, конечно, поднять всю эту некошерную пищу. Но для того, чтобы начать первый шаг, начать движение, нужно хотя бы отказаться от чего-то. Я прошу вас, давайте мы хотя бы будем делать движение вперед. Есть кошерное мясо в синагоге, вы можете его приобрести. Есть то, что я говорю, это каждый дом встретит шаббат как положено. Мы двигаемся в этом направлении. Дорогие евреи, давайте двигаться дальше в правильном направлении. Давайте покажем, что мы не просто так попали сюда, не просто так мы упали на такую ступень, в которой мы находимся, что у нас никогда не поздно. Не поздно, неважно в каком состоянии ты находишься, неважно, что ты находишься на глубине нечистоты, ты в любую минуту за один скачок может подняться наверх. Вы, которые меня слушаете, любой из нас, любой еврей, у него есть эта сила сейчас, за одну секунду рвануть вперед, сделать правильное движение и подняться на очень высокую ступень. И с самой низкой ступени прыгнуть на правильную высокую ступень. И у нас есть эта возможность, у нас есть эти силы. И это то, что мы учим с нашего праздника, который будет в этот четверг вечером. Дорогие друзья, в этот праздник принято поставить мацу на стол, если у кого-то нет, скажите, я постараюсь доставить. Принято поставить немножко мацы на стол. Еще одна удивительная вещь, что в этот праздник отличается пасхальный песок этот от другого песока. Удивительная вещь. В песок нам запрещено есть хлеб, запрещено есть любую закваску, запрещено есть квасное, потому что квасное — это хамец, это эгоизм, гордыня, это источник всех грехов. Известно, что эгоизм и гордыня являются источником всех грехов, так как мы делаем уступки своему эгоизму, мы делаем уступки своему я, мы уступаем, не дай бог, своего животному началу. И поэтому мы отказываемся в песах от всего квасного. Что же касается второго песока, что можно, чтобы было нужно, чтобы было маца, и можно, чтобы было некошерное на песах, закваска можно было. Как же так, если мы отказываемся от своего я? Потому что свое я мешает тот момент, когда она не идет на работу Всевышнего. А в этот праздник, второй песок, именно благодаря нашему я, благодаря тому, что наше я ощутило свою самореализацию, что у человека было страшное желание самореализации. Оно привело его к огромному чувству быть рядом с Богом. То есть он захотел подняться и быть рядом со Всевышним. И это произошло благодаря его я. И поэтому его я тоже нужно. Мы будем еще говорить разницу между Песахом и и Шавуотом, что Песах мы кушаем только мацу. В Шавуот мы будем говорить об этом с Божьей помощью, я забегаю вперед, что мы кушаем пищу скота, говорим о пище скота, мы работаем над собой. И третий вариант, это когда Шавуот, когда приносит хлеб, это дарование Торы. И Всевышний дал нам каждое разное тело, разные способности, разные амбиции, разные свое я, неправильно слово, амбиции, разные качества, которые мы можем выразить. Эти качества он дал нам специфические, и мы должны их использовать, разум нам их дал. И эти евреи выразили свое я в желании быть рядом с Творцом. И поэтому второй Песах мы не только кушаем мацу, но также и квасное. Мы можем положить на стол квасное, и можем положить на стол мацу, и кушать это даже вместе, показывая, что есть служение, которое связано с подавлением своего эгоизма и своей гордыни. Но есть служение, когда твое я является частью я Всевышнего. Как в том главе, о котором мы рассказывали, когда Всевышний поднял монету и показал Машера Бейну огненную монету, и мы даем по пол шекеля тоже, потому что мы только половинка. Когда наше я – это только половинка Бога, и она стремится к этой половинке, тогда наше я важно, и оно нужно. А когда наше я – это просто выражение своей гордыни и спеси, тогда это самая страшная вещь, которая есть у человека. Так что, дорогие друзья, мы еще сделаем урок, я еще поздравлю вас с шаббатом, с Божьей помощью, и, как говорится, до новых встреч!